В Подмосковном Одинцово состоялись первые чемпионаты первенства мира по абсолютно реальному бою. Боролись за медали более 300 человек. В составе сборной России Южноуральский регион представляли 8 человек. Из них семеро магнитогорцы. Выступили наши бойцы более чем успешно. Спортсмены из города Металлургов привезли домой 8 медалей, 4 золота и 4 бронзы. С победителями встретился Павел Берсенев. Корни абсолютно реального боя лежат в сугубо прикладном и предельно жестком виде единоборств армейском рукопашном бое. Зародился и практиковался он еще в советских войсках и долгое время для непосвященных был окутан завесой тайны. Сейчас же гражданская версия АРБ доступна практически для всех желающих. Вид спорта, который пришел из армейского рукопашного боя, то есть это гражданская его версия, выполняемая в разделе в кимоно и без кимоно, сейчас на сегодняшний момент имеет популярность во всем мире и количество стран и участников, конечно, об этом говорят. Более 13 стран выставили своих бойцов на первый чемпионат и первенство мира по АРБ. Бои велись по круговой системе в двух категориях – в кимоно и без кимоно. Магнитогорец Иван Андреев стал лучшим и там, и там. Все поединки он закончил с явным преимуществом, но самой сложной для него оказалась финальная схватка со спортсменом из Московской области. Он длиннее меня был, руками работал, но я все равно его смог переигрывать, руками даже, и ловил его ноги и бросал его. Вот из-за этого я выиграл. Золото и бронзу привезла с турнира Яна Малинова. Самым ярким стал для нее поединок за первое место в разделе в кимоно. Она встретилась с соперницей с Хакасией. Наша спортсменка наблюдала ее предыдущую схватку и сумела вычислить слабые и сильные стороны, чем и воспользовалась. У нее были очень сильные удары, прям мощные такие. В первую минуту я прям почувствовала один хорошо так. У нее был через руку правый, и я подумала, надо было тогда заходить снизу, то есть со встречного. Она через руку бьет, открывается нижняя часть лица, и в этот момент можно в челюсть попасть. А вот для Анны Зинченко наоборот стала удачной категория без кимоно. В бою за золото она сошлась с украинской спортсменкой. Та была заметно выше и крупнее. Поединок выдался непростым, но когда время схватки подошло к концу, судьи вынесли вердикт. Единогласным решением победила представительница магнитки. Она пыталась перебороть меня как-то, ударяла тоже, большинство ударов наносила по корпусу. Мне приходилось закидывать боковой удар и проходить ей в ноги, делать бросок. И так на протяжении всего боя. Непростым выдалось первенство для Екатерины Исмаиловой. Не вошла в нужный ритм, уступила в первом поединке. Но смогла все-таки собраться и в битве за третье место проявить характер. Первый бой я не проснула что-то, отдала все броски и проиграла, получается, по баллам. Тренер мне дал наставления такие хорошие и немного обидно было, и все. Ну, за третье вышло, поработала хорошо, все. Сейчас у наших спортсменов есть время провести работу над ошибками. В этом году серьезных турниров не предвидится. Но уже в марте 2020 состоится всероссийский турнир, победители которого отправятся на следующий чемпионат и первенство мира. Павел Брюсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.